Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Марина Породина, и с нами сегодня Эльза Литараль. Я знаю Эльзу как будущего арт-терапевта и художника. Эльза, расскажите, чем вы занимаетесь в обычной жизни? Здравствуйте. Ну, в обычной жизни и практически всю жизнь я художник-бутафор в театре кукол. То есть и задача художника-бутафора, режиссер приносит, художник спектакля приносит эскиз, а мы его реализуем уже в объеме, ну, вот такое. То есть по эскизу делаем куклу или декорацию, или какие-то такие вещи. Ага, то есть это персонажи, или деревья, или небо, или что-то. То есть вот все, что мы делаем, это делаете. Да, 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 все, что на сцене происходит, ну, кроме каких-то огромных там сварных декораций, вот, все, все, что на сцене, да, это все производство бутафоров, вот. А скажите, пожалуйста, где вы учились и как давно, как вообще давно вы этим занимаетесь? Я училась, ну, с точки зрения художественной, я училась в художественной школе, и это был, ну, не очень здоровский опыт. Это, ну, как-то сложно мне далось. Была еще попытка архитектурного колледжа, вот, потом, и потом где-то вокруг 30 лет я училась еще на камнереза, и там было такое очень странное обучение и техническое, и художественное. То есть у нас было и рисунок, живопись, композиция, и в то же время, там, детали машин, не знаю, ну, что-то вот такое, да, сопромат, ну, очень, ну, такая, то, чему учат инженеров. Вот, и, ну, вообще мне этот стык очень понравился, потому что можно, ну, как бы это сказать, у меня идет вообще движение больше в объем, в понимание, как что работает, что, ну, как сделать так, чтобы что-то двигалось, например, в кукле, да, вот такое. Вот, и когда это, ну, то есть в этом обучении был такой стык, когда понятно, как что работает, и в то же время есть художественная какая-то часть, когда мы ходили в музей, обсуждали вот это все, ну, вот, такая история. В общем, обучалась примерно вот так. И теперь сложный вопрос, такой хитросплетенный. Вот вы реально действующий художник, то есть не то, что вы мечтающий о профессионализме, а реальный профессиональный художник, работающий в этой сфере. Вопрос. Вы рисуете для себя? Я, ну, вообще, да, у меня всегда параллельно с работой была какая-то творческая еще часть, которая занимала, конечно, ну, гораздо меньше времени, чем сама работа, но она скорее вообще про объемы. Ну, то есть у меня движение, наверное, не столько в сторону рисования, сколько в сторону объемов. Но с другой стороны, и еще, ну, опять же, возвращаясь к неудачному опыту художки, после нее я не рисовал 20 лет. И потом интересный такой был момент, почему я снова начала рисовать. Ну, меня это саму довольно сильно удивило. Я стала учиться жонглированию. Были какие-то каникулы новогодние, когда 10 дней ничего не делаешь, я стала учиться жонглированию. И, видимо, как бы соотношение, когда двумя руками делаешь одновременно, доли мозга объединяются, видимо, там как-то что-то сплелось, и мне захотелось рисовать. То есть до этого момента, до момента, как я начала учиться жонглированию, рисовать не хотелось. Делать объемы, кукол там все это, да? А рисовать нет. А тут вдруг какой-то подъем такой, именно вот я хочу рисовать. И я себе сделала такой очень, такой блокнот, джангбук, можно сказать, из пакетов на каких-то это самые, где можно было просто, ну, как сказать, где-то встать в метро там, и что, то есть, и там и записи, и какие-то там штучки. То есть он такой, и, собственно, самый блокнот, из-за того, что он такой вот нелепый, собранный из пакетов крафтовых, в нем можно разрешить себе вообще все, ну, можно рисовать кое-как. И вот это попущение, как бы допущение того, что можно рисовать для удовольствия, не потому, что, там, надо сдать 15 эскизов к просмотру, там, или сколько-то. Дал, ну, такой толчок в эту сторону. О, спасибо большое. Это прям замечательный рецепт. Приятного внимания используют, записать себе там лайфхаки. А скажите, пожалуйста, при том, что вы, мы с вами познакомились на занятиях арт-практикой, арт-трапией, вы были арт-терапевтом, а я ведущим арт-практики. Это значит, что вы, при том, что вы художник, профессиональный художник, и вы, естественно, умеете все это делать, но вопрос, считаете ли вы нужным обучение, нужно ли двигаться куда-то, чему-то учиться, или каково ваше отношение именно к обучению в этой же области, в которой вы, казалось бы, уже все знаете? Ну, я все время учусь, мне это очень интересно. Но если раньше у меня немножко как будто бы сдвинулся вектор, то есть кроме того, что я учусь на арт-терапевта, до этого было какое-то количество мастер-классов, ну, то есть я училась техникам, мне нравится изучать техники, и нравилось пробовать в разных. Был, например, в простой школе, ну, в общем, занятие диотипией, диотипией очень мне понравилось, но до какого-то момента, то есть я изучала технику, и мне это нравилось, мне нравилось быть в потоке вот этого обучения, но потом оно как будто никуда не вырастало. А с арт-терапией это долгое обучение, это три года мы учимся, и оно уже постепенно начинает переходить в профессию, ну, то есть потому что там есть как раз и возможность делать, ну, в арт-терапии смысл в том, что нам ценен процесс больше, чем результат. И вот этот процесс, когда изучение красок, материалов, как они работают, как я отзываюсь на них, как клиент отзывается на них, вот эти вещи, они как-то прям вот ценные. И обучаться тому, что я могу применить. То есть сейчас, например, записалась на курсы Кани Десницкой по прокреейт, потому что поняла, что мне вот нужен диджитал, чтобы делать открытки или какие-то афиши или что-то такое. Ну, то есть вот именно в диджитал. То есть у вас желание чему-то научиться скорее практическое, то есть чтобы какой-то еще навык расширял ваши возможности. Хорошо. Сказали, что вас очень, вас очень привлекает объем, и вы в основном делаете что-то в объеме. Мы когда говорим, у нас тут в безмятежном рисовании, мы когда говорим слово рисовать, на самом деле у нас такой длинный список, что мы считаем рисованием, включая в том числе и там склеивание, наклеивание, наблюдение, запись того, чтобы он наблюдал, все это идет туда, в копилку рисования. Поэтому, конечно, объемные вещи, это тоже туда, всяческую художественную практику. И вы говорите, говорили, что вам нравится объем. А покажите, пожалуйста, ваши объемные работы, не могли бы вы показать и рассказать про них? Ну да, объемные. Так, сейчас, просто я их вокруг себя так разложила, думаю, теперь с чего начать. Объемные. Вот мне нравится выходить как бы за рамки плоскости и сначала про вышивки. Вот они начинались с каких-то простых, когда, ну, как бы на самой плоскости листа, да, и постепенно стали выходить за границы, то есть какие-то листочки, которые, что-то вот такое, и в конце концов стали какими-то картинами, когда уже, ну, то есть вообще можно внутрь заглянуть и посмотреть, что там. А там видно очень хорошо. Да, вот какое-то такое. Вот. И, ну, вот, называется как Северное море. Ну, когда вот, ну, в общем, вы мастерски, мастерски применяете все возможные материалы, кроме, помимо, карандаши, графических всяких. Да, да, да. Ну, вот. И вот этот чудесный белый материал, который... Это, это папье-маше, то есть бумажная глина, это вот тоже все. Ну, а здесь вокруг бутылки это бумажная глина, и можно прям использовать как вазу. Все, короче, такое. Вот бумажная глина, она оказалась прям таким моим материалом, теплым. Ну, то есть это и папье-маше, который используется в театре, как будто часто, все время. Но там другая специфика, там накладывается слоями папье-маше, и слои между собой склеиваются, получается довольно твердый, такая, ну, твердый объем. Здесь тоже, но это скорее глина, то есть бумага, добавляется в нее клей, добавляются всякие там еще какие-то добавки, и она, когда высыхает, становится очень твердой. Вот. В основном... А это термин? Бумажная глина, это термин? Ну, сейчас как будто бы, да? То есть в иностранных пабликах это как папер-клей. Ну, то есть где клей, это глина. Угу. И из нее, то есть из нее у меня какие-то супер-маленькие формы, ну, то есть вот маленькие человечки. То есть она лепится, как пластилин? Она лепится, как пластилин, да, но как бы имеет свои немножко как ограничения. То есть совсем форму, ну, как бы тонкий рисунок не сделаешь, но вот какие-то крупные вот шкатулки еще тоже. И на этом можно рисовать. И на этом можно рисовать. У меня, да, есть такой пробный театр кукол для вот этих чуваков. Вот. с которым я бьюсь, ну, то есть я хочу его показать именно как пробный, потому что на нем я пытаюсь сделать так, чтобы цвет, ну, как бы, чтобы не размывалось. При нанесении, при нанесении лака размывается краска. Краска, да. И тут, в общем, он со всех сторон уже обрисованный, потому что везде пытаюсь сделать так, подобрать краску, лак так, чтобы он не размывал карандаш. И при этом мне хочется, чтобы был карандаш, потому что вот сочетание вот этой рыхлости, как бы, бумаги и карандаша дает очень, ну, какой-то классный эффект живописный. Ну, неживописный. А без лака, сейчас задам вопрос профана. Без лака это все ссыпается и стирается или не держит? Ну, без лака как бы зависит от того, насколько часто используется. Если все время трогать руками, будет, конечно, ну, то есть будет сползать, ну, размываться тоже, да, как будто под лаком будет лучше держаться. Ну, вот пока это процесс как бы изучения материала в том числе, вот. И с этими, ну, с этой бумажной глиной еще в том числе мне очень нравятся палки из моря, ну, какие-то коряги, вот. И вот сочетание бумаги и этой палки, так, как можно сказать, вот оно тоже какой-то дает классные классные какие-то эффекты, когда можно на, ну, потому что до этого у меня были деревянные персонажи из палок, такие вот, как бы, какие-то такие, вот, и сочетание бумаги и дерева дает какой-то свой, не знаю, свой эффект, какой-то другой вообще подход, вот. А из крупных, но еще из бумаги можно делать крупные формы, мне очень нравится, вот, у меня в какой-то момент стали появляться такие полки для сокровищ, не знаю, как это все в целом. Это все еще персонажи. Да, 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 это полки персонажей, у них есть имена, очень, еще в этом процессе классно давать им имена. Какие? Это Аглая Борисовна, я не знаю почему. Так вот. Она такая. Да, так, у нее как-то так с ней получилось. Ну вот, то есть с объемами вот какая-то такая история. Пожалуйста, вот, скажем, я весьма вдохновлена, видя, как вам это нравится и видя вообще такой потрясающий материал, я, мне, конечно, сразу хочется попробовать, но я боюсь, что я закопаюсь, потому что это, наверное, сложно. Что бы вы посоветовали тем, кто хотел бы попробовать? То есть не погружаться в это, допустим, навсегда, а попробовать, чтобы прикинуть, а понравится, не понравится. С чего начать? Ну, начать с того, чтобы сделать самуглин, потому что это рукотворная история, вот, но вообще много, ну, в Пинтересте много рецептов того, как сделать бумажную глину, не только в Пинтересте, ну, то есть если в поиске забить бумажную глину, то какие-то рецепты появляются, я их, ну, большую часть из них я попробовала и вывела какой-то свой, который дает мне, мне иногда нужно, чтобы, то есть вот эта пылка, у нее в основе гофрокартон, и мне тогда нужно, чтобы эта масса хорошо размазывалась и ложилась. А, на основу. На основу, да. А когда я леплю человечков вот этих, то им нужно, чтобы они лепили, то есть мне нужно, чтобы она была такая довольно жесткая, не размазала, и это зависит от того клея, который добавляется. То есть я, ну, собственно, открывала Пинтерест, доставала какой-то рецепт массы, пробовала ее и смотрела, что мне нужно от нее и что-то добавляла, убавляла, ну, в общем, вот это какой-то процесс. Вот. ну, то есть начать с того, ой, повторите, пожалуйста, последнее предложение, вас не было слышно. Начать можно с того, чтобы сделать саму глину и посмотреть, что я могу с ней сделать. вот. И может быть, что еще раз? Долго ли она сохнет? Сохнет долго, да. Сохнет пару дней, ну, типа два-три дня. Ну, с другой стороны, наверное, она сохнет так же, как керамика. Мне кажется, что так. То есть люди, которые занимаются керамикой, я думаю, тоже они, ну, несколько дней уходят на то, чтобы изделие высохло до обжига. Вот. Потрясающе. это, да, в этом процессе самое, конечно, остросюжетное, когда ты уже что-то сделал и ждешь, когда высохнет. И прям каждый день я подхожу, ты просох вообще-то. То есть она потом, его нужно сначала высушить и только потом можно красить, условно. Да, да, да. Можно в целом. И после этого страшно подходить с красками, потому что только высушил и опять с водой. Да, вот этот процесс, да, 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 да. Ну вот, но тут еще у меня была какая-то идея как арт-терапевта начинающего, будущего, про то, чтобы люди, когда покупают какое-то такое, чтобы они могли прикоснуться к себе как художнику что-то нарисовать и сделать эту, как бы присвоить эту вещь себе тем, что они на ней что-то нарисовали, то, что им важно. Да, это очень ценно, конечно, тогда такой носитель. Да. Я помню, у вас были чудесные, точнее так, у ваших деревянных скульптур, я помню, была чудесная судьба в виде мини, я даже не знаю, как это назвать, парков, мини-песочных, в которых они существовали. Расскажите про это, пожалуйста. Мне очень нравилось, то есть, мы тут не можем показать видимо фотографию, но я помню, что это было прекрасно, я как любитель бонсай, было прекрасно именно тем, что это микро, микро пейзаж, да, да, на которой персонаж живет. Да, 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 вообще это была идея выставки с этими чуваками, они безымянные, но они все как бы чуваки, вот с этими чуваками была идея выставки, когда они называлась она «Чемоданы коряги песок руками трогать», и вот это «руками трогать» это было важно, что они все живут в каких-то чемоданах, в которых насыпан песок, их можно достать, потрогать, поставить, как тебе нравится. То есть такая интерактивная выставка, в которой тоже можно принять участие как соавтор, когда ты делаешь как тебе, и в то же время это взаимодействие с песком, это какая-то как будто мы погружаемся в детство, в приятные, да, в приятные воспоминания, он течет, и можно делать холмы, ну, собственно, и в арт-терапевтической практике есть такая тема, как песочек или песочница, когда клиент, беря какие-то объекты, создает как бы свой мир в этом песке, и воздействуя на этот мир, можно воздействовать на свою жизнь, такая история. Вот. Я очень надеюсь, что мы, я в особенности, непременно попробуем, потому что для меня это тоже интересно в плане создания скульптур, создания ландшафта, после этого фотографирования, и, собственно, результатом моей такой практики будет фотография, а потом можно рисовать по этой фотографии, то есть это такой бесконечный процесс. Скажите, пожалуйста, что вы делаете чаще? Рисуете для себя или рисуете по работе или с клиентами, как всякий человек, которого рисование связано с работой? Эльза, извините, тут у нас прервался интернет. Еще раз. Скажите, пожалуйста, вы как художник, который не только рисует по работе, но и рисует обучающийся, в этом смысле рисующий по учебе и рисующий с клиентами, как распределяется эта частота? Как вы разделяете рисование с клиентами, рисование по работе, рисование по учебе и рисование для себя? Так, хорошо. Значит, последовательно на работе я не рисую чаще всего. Я там делаю объекты в виде кукол или реквизита. Дома, наверное, у меня разделение на два потока. В одном потоке вот эти объекты, которые я делаю, а в другом именно рисование, но рисование как скорее медитативная история, где важен процесс, опять же, они, то есть, скорее процесс, чем результат, когда приятно что-то чиркать, ну вот какие-то такие. Или пробовать материалы, опять же, у нас был модуль по учебе на арт-терапевту, был модуль про изучение материалов, свойства материалов, и там оказалось, что мне трудно с углем. У меня уголь вызвал какое-то сложное, какие-то чувства, вот, и дома я стала пробовать накладывать акрил, потом акварель, и потом уголь, рисовать углем по этой подложке, и оказалось, что вот в такой последовательности все классно получается, и результат получился, ну, который мне очень нравится, вот, то есть, в таком варианте все получилось, ну, но скорее для меня рисование для себя это пробы, ну, можно сделать так или так, как арт-терапевт с клиентом, чаще всего у нас рисование абстрактное, про то, чтобы показать, ну, как бы выразить чувства и с ними взаимодействовать, вот, и чаще всего оно выражается в коллаже, то есть, когда можно подобрать картинки, подвигать, или масляная пастель, то есть, редко, когда, ну, какие-то материалы, выходящие за рамки обычных, не знаю, то есть, линогравюры, в общем, мы не занимаемся с клиентами, да, хотя, хотя оказалось, например, интересной, что в течение сезона можно успеть сделать небольшую вышивку, вышивка, это как раз тоже, ну, вот, интересный подход, когда выходишь за рамки, как бы, привычных материалов, карандаш, ручка, краски, почему-то арт-терапия все время с масляной пастелью, ну, ассоциируется, видимо, потому что она яркая, жирная, как бы, легко ей, ну, легко ей рисовать, быстро, вот это все, вот, и когда получается сделать что-то выходящее за привычный, как бы, вот этот слой, то там как раз наступают всякие интересные вещи, вот такое. Скажите, у вас есть творческие планы? Да, у меня что-то избыток вообще от творческих планов, было бы классно, если бы они реализовывались, ну, один из творческих планов вообще создать, как арт-терапевт, мне бы хотелось создать такое пространство для людей, у которых были сложности с художественной школой. Ну, я как сама с этим столкнувшись, и мне очень хочется поддержать людей, для которых это оказалось сложным, или художка, или художественное образование, там какие-то определенные, ну, есть правила, которые, то есть хотелось бы реабилитацию такую для художников, когда можно показать человеку, что можно просто рисовать, можно получать от этого удовольствие, в этом много радости, много какой-то медитативной истории, рисованием можно себя поддержать, и, в общем, вот такие, вот. Ну, еще идея выставок, вот мне бы хотелось вот с этими штуками, у меня есть такие объекты, они называются космогонические яйца, вот, это, вот, такая вот, ну, как бы история, тоже, и тоже какой-то, в общем, пока это все в таком пространстве, как бы, идеи, про то, что это и песок, и эти объекты, вот они белые, их можно как-то с ними то есть творческие планы, они как в какую-то, в какую-то такую сторону. А вы двигаетесь, условно, вдоль процесса, то есть, ну, просто как идет, рисуете, лепите, делаете объекты, и так вот оно как к нам течет. Или вас, что вас поддерживает в такой регулярной практике? Или вы двигаетесь от проекта к проекту? То есть, нужны какие-то завершения, осознание выполненной задачи, завершенного дела, и потом можно приступать к новому. Как вам лучше? У меня с завершениями вообще трудно. То есть, мне легко начинать и продолжать, а с завершением как-то мы работаем с этим, с моим терапевтом, потому что ну, в общем, завершение у меня сложно. Потому что с этим придется, ну, придется завершить и расстаться, или потому что процесс вам нравится гораздо больше? Ну, у меня как-то завершение связано с, не знаю, со смертью, как будто бы. Ну, то есть, это какая-то для меня сложная история. Да-да-да, это... И потом, если проект был классным, мы делали, например, в прошлом году арт-терапевтическую такую практику, книжку «Спутник», когда вот в книжке и там коллажи и все вот это вот происходит. Вот. И когда он завершился, казалось, что для меня это сложно. Ну, особенно, когда проект классный, хочется, чтобы он как бы длился и длился, но проект не может длиться и длиться, ему нужно завершение. Ну, вот у меня какие-то с этим немножко трудности, поэтому с этими объектами, с ними все время какая-то подгружается новая история. Мне очень нравится пробовать, экспериментировать и все время... А если я сделаю очень большой объект, что будет? А если очень маленький? А если мы туда добавим палку? У меня вместо вот этой штырька там какая-то палка торчит. Вот. А если мы туда добавим цвет? А если лак? А не лак? Ну, вот. То есть я себя комфортнее всего чувствую в процессе изучения материала. Наверное, так. Вот. Но в то же время, наверное, с этими объектами хотелось бы действительно какую-то выставку или участвовать в маркете. Ну, то есть, потому что в итоге я заполоняюсь этими объектами, у меня все становится в этих опыте расчистить место для нового, для того, чтобы что-то еще новое приходило. Мне кажется, они достойны для того, чтобы отнести на какую-нибудь лампу или регулярные маркеты. Вот я думаю, что это надо обязательно пробовать, конечно. Да. Да-да-да. Ну, вот. Спасибо вам большое. Напоследок хотела попросить вас дайте, пожалуйста, совет тем, кто, как и вы, пострадал от художественной школы. Ну, так. Или себе, выходящий из художественной школы. Теперь все будет. Ох. Ну, себе, выходящий из художественной школы, я бы себе предложила, просто у меня художественная школа, она как-то ассоциируется с тремя материалами. Карандаш, акварель, ну, буашь и натюрморты, как бы, и все. я бы себе, как мульти, как бы, ну, человеку, который пробует разные материалы, предложила рисовать чем-то, что вообще не кажется очевидным для рисования. Ватной палочкой и буашки, например. Или палкой, какой-нибудь, вот, палкой рисовать. Как она, каким концом может какую линию делать. Потому что тогда зарождается интерес. Мне кажется, вот у меня художка как бы отобрала как будто интерес рисовать к тому, чтобы, вот, к тому какому-то живому источнику, когда интерес, о, а что будет, если так, а если так, о, класс, что получается. Вот. Ну, то есть, дала бы себе возможность пробовать материалы разные, которые, может быть, не очевидны для того, чтобы это рисование как бы снова подпитать интерес. Вот. Мне кажется, так. Я помню, и еще жонглировать. И, да, жонглировать это всегда полезно, потому что объединяются, как сказать, части мозга между собой, там, новые нейронные связи, это всегда, да, полезная история. Вот так. Большой, Эльза, было очень с вами поговорить. Да, спасибо. Надеюсь, что мы встретимся на маркетах, на арт-практиках, на мастер-классах и заходите к нам. Спасибо. Спасибо вам, да, было очень приятно. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok